Привет моим подписчикам, землякам, соотечественникам. Привет всем, кто смотрит мои обзоры. И интересная информация от Росрыболовства. 28 сентября 2017 года полностью запрещен лов киты осеннего хода. Эта вынужденная мера связана с неурожайным годом и принята для сохранения популяции лососевых. Сейчас скажу сначала нечто хорошее. Тем, кто говорит, что вот эти вот инструменты, как петиция, общественное мнение, они не работают. Вот отвечаю. Петиция написана, там еще двух месяцев не прошло. Законодательно ограничить промышленный вылов биоресурсов в бассейне Амура на 100% общей продолжительностью минимум на 8 лет. Вот наша петиция, напоминаю, участников не так много, но то, что здесь написано, мы видим отражением на сайтах официальных СМИ. Труд Ост, что тут у нас, ДВ Рос, на страницах комсомольской неправды. Тоже все это прописывается. Так что вот тем, кто с нами, кто работает с петициями, работает для Родины, мы сразу говорю, это дело оставлять не будем. Петиции сниматься не будут, потому что это только начало и как бы выполнено не на 100%, что в общем-то требуется. Есть еще некоторые пункты, которые должны выполняться одномоментно. Итак, теперь далее. Теперь не самое хорошее. Значит, запрет поставлен только после того, как всю рыбу уже украли. Украли и вывезли. Вот. На очереди, но на очереди еще у нас подходит у нас корюшка. В прошлом году, в позапрошлом году очень было проблемно, так мягко скажу, для населения поймать корюшку. Вот. Стояли кругом ловушки, где можно, где нельзя. И заезжие бригады, и местные развернулись, рыбопромышленники. Ну, я называю их местными. На самом деле, они уже давно не местные. Даже те, кто здесь родились, они уже давно играют за другую команду. Вот. И вот эти вот ловушки на корюшку, ну, это принцип такой же, в общем-то, так можно сказать, притянуть, да, как те же вот варварские заездки. Такая большая майна инструментальными способами вырезается во льду и устанавливаются снасти, с помощью которых корюшка эта черпается, черпается, черпается. Так что, запрет вот этой рыбы, не оговорены сроки, не оговорено еще много разных мелочей, в том числе, они, значит, принимают год неурожайный такой у нас оказывается, и без таких жестоких запретов сохранить популяцию красной рыбы не получится. Под запрет попали промышленное рыболовство, любительское и спортивное, а также добыча в целях обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов с севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Поняли? Сначала украли рыбу, а потом запретили ее ловить всем, даже кто от нее жизненно зависим. Вот такая вот палка о двух концах получается. Далее. Далее. Запрет вступил в действие в пределах Комсомольского, Амурского, Нанайского, Хабаровского муниципальных районов. Недели ранее запретили лов ниже по Амуру. Второй пункт, о чем хотелось бы проговорить, По данным Росрыболовства, рыборазводные заводы региона на 27 сентября заполнены икрой киты только на 5%. Получается, по сравнению с прошлым годом, в 10 раз заводы менее загружены по воспроизводству. То есть, воспроизводство упало. При том, что рыбу украли всю четверть, получается, цикла сократив сразу на четверть. В курсе, да, что через 4 года рыбы не будет этого стада здесь, в речке. В речке. В реке Амур. Амур, кстати, называют речкой только москвичи. Получается, что при всем при этом, при том, что воспроизводства нету, вообще надо закрывать, как мы и рекомендуем, минимум на 8 лет. Но, учитывая демографические пищевые потребности всего населения Нижнего Амура, а здесь они не учитываются, для чего их учитывать? Просто запретить всем и даже тем, кто от этого жизненно зависим. Теперь, что нам сказал, есть тут у нас еще персонаж, которого нам показывают. Так, это у нас заместитель руководителя Амурского территориального управления Росрыболовства Денис Крылов. Так вот, что он говорит. Он говорит, что публикующиеся в интернете видео с так называемыми заездками, снято в прошлые года и не имеет никакого отношения к сегодняшней ситуации. Таких нарушений инспектора Росрыболовства в Путину 2017 года не фиксировали. Денис Крылов, говорю тебе от лица многих людей, ты звездобол. Есть масса фотографий, масса материалов, в том числе снятых с вертолетов, именно о заездках нынешнего 2017 года. Если какие-то у тебя вопросы, тебе хочется на этот материал посмотреть, ты свяжись с журналистами, свяжись вот еще с людьми, которые активно вот это видео все крутят, распространяют. Побеседуй, тебе покажут все видео вот это вот свеженькое. А то, что вы там придумываете, это все большая фикция. Вообще, по большому счету, для тебя еще раз скажу, Денис Крылов, уважаемый представитель Росрыболовства. Рыбы в этом году для нижнеамурцев не было. И поэтому, какие фотографии, какого года, что ты за это вообще не цепляйся. Ты решай по факту, понимаешь? А то, что ты не решаешь, так и говори. Вот я ничего не решаю, мне сказали сделать, я и делаю. Вот, звездобольство выявили мы. Против были 6 человек, включая представителей общин коренных малочисленных народов. Ну, конечно же. Конечно же, они будут против. Но, все-таки, они оказались в меньшинстве. Ну, нормально, видимо, так это все было и задумано. Значит, пишет нам комсомольская правда. Пишет, рассказывает. Опять нам запихивают в уши или куда? Эту доступную рыбу. Смотрите, мы уже по 130 рублей вам. Ну, короче, вот это бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но факт остается фактом. Вопрос так и не решился. Но вопрос начинает двигаться. И то, что мы пишем здесь, вот я обращаю ваше внимание, оно потом все появляется вот здесь. Вот здесь. И на разных-разных официальных и полуофициальных ресурсах. Так что, друзья, не бросаем нашу работу, нашу полезную деятельность. Спасем Амур-батюшку от узаконенного разорения. Поможем Дальнему Востоку остаться Россией. Меня часто спрашивают, почему, в чем вообще слоган, смысл слогана. Слоган, сразу говорю, он рождался не одномоментно, вот так вот. В этом участвовало много людей. Смысл заключается в том, что некоторые люди, или полулюди, я не знаю, может быть, недолюдки, наверху там где-то управления, считают, что Дальний Восток – это территория Китая. Так как китайцы убедили их, что это их территория. Но убедили, я не знаю, чем там, юанями там, или долларами, или евро. Это все не важно. Какими-то материальными подарками, какими-то, я не знаю, чем там они их убеждают. Ну, суть в том, что многие грандополучатели считают, что Дальний Восток не должен быть Россией. А мы считаем наоборот. И мы считаем, что нужно помочь Дальнему Востоку остаться Россией. И так было, и так будет. Дальний Восток не для этого нам достался ценой миллионов жизней. Не для этого наши солдаты гибли здесь, отвоевывая от тех, кто очень хотел жить в нашем краю. Поэтому Нижняя Амурья наша, Россия, Родина Святая, спасем Амур-батюшку от узаконенного разорения. Радости, как не банально звучит, но радости, здоровья, тепла, света. Спасем Амур, спасемся сами. Спасем Амурья. Спасем Амурья. Спасем Амурья. Спасем Амурья.